Всем привет! Добро пожаловать на обзор Kia Sorento 2013 года выпуска. Стоимость данного автомобиля составляет 1 579 000 рублей. Ображаю благодарность автосалону TransTech Service Kia за предоставление автомобиля на съемку. Этот обзор будет посвящен деталям осмотру экстерьера и интерьера автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание. Вот такие ключи. Давайте приступим. Закрыть, открыть и открытие багажника. Автомобиль оборудован системой доступа без ключа. На данный момент он закрыт. Чтобы его открыть, нажимаете один раз на эту черную кнопку. И автомобиль будет открыт. И чтобы, соответственно, его закрыть, еще раз нажимаете один раз на эту кнопку. При том условии, что ключ и брелок находятся с вами. То есть в кармане, либо же в сумке. На широкий угол открываются двери. Черный кожаный салон. Перфорированная кожа. 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 Чтобы завести двигатель, нажимаете на тормоз и вот на эту кнопку. Мультифункциональное кожаное рулевое колесо, здесь установлен электроусилитель руля, рулевая колонка регулируется в двух плоскостях по высоте и по вылету, так что удобное положение вы сразу подберете. А также имеется обогрев рулевого колеса, здесь установлен датчик света и датчик дождя, сейчас давайте включим фары, противотуманная фара, металлический фар, а также аварийную сигнализацию. Все четыре стекла полностью автоматические. Сейчас давайте откроем капот. Ножной стайночный тормоз, чтобы его активировать, нужно его нажать. И чтобы его снять, нужно еще раз нажать. Все очень просто. Здесь установлено 8 подушек безопасности, включая фронтальные. Вот этот сигнал, который вы слышите, обозначает то, что ключи не находятся в салоне автомобиля. Хромированные ручки. Рейлинги на крыше. Задние датчики парковки. Камера заднего вида. Декоративный спойлер с интегрированным стоп-сигналом. Запасное колесо находится под нищем. Легкоспалка на 19-дюймовые диски. Размер машины здесь 35 на 55. Воспалка на 17-дюймовые диски. Воспалка на 17-дюймовые диски. Положите его из-под салоне. Рейлинги на 5 вл. Рейлинги на 4-дюймовые диски. Размер машины. Из-под картины做. Приклики на 17-дюймовые диски. Сколько на 5-дюймовые диски. Виболее отдельно. Три. Подсистка на 8-дюймовое диски. Если вы видим, открепимся удобнее. Прямой конкурент этого автомобиля Это Hyundai Santa Fe Диодные указатели поворота встроенные Зеркала заднего вида Он также с подогревом Имеет привод электроскладывания У автомобиля полный привод Светодиодные дневные ходовые огни Линзованная оптика Передние датчики парковки Хромированная конторка радиаторной решетки Что касается технической составляющей То здесь установлена рядная четверка 16-клапанная Расположение двигателя переднее, поперечное Объем 2,4 мощностью 175 лошадиных сил Максимальная скорость автомобиля составляет 119 км в час Дамик разгона от 0 до 100 км в час за 11,5 Расход топлива в городском цикле Это 12,3 на 100 км в загородном цикле 6,8 Объем топливного бака составляет 70 литров Привод полный Кривенс автомобиля составляет 185 мм Передняя подвеска независимая Пружинная Макферсон Задняя независимая Пружинная Многорычажная Тормоза передние Дисковые Вентилируемые Задние Дисковые Снаряжная масса автомобиля составляет 1780 кг Полная масса 2510 кг Объем бакажного отделения составляет 258 литров Если сложить спинки задних сидений То он увеличится до 2000 литров Длина автомобиля составляет 4685 мм Ширина 1885 мм И высота 1710 мм Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас, детально рассмотрев экстерьер автомобиля, давайте перейдем к интерьеру Вставки под темное дерево Мягкий кожаный подлокотник Электрорегулируемые зеркала С подогревом Электропривод складывания Центральный замок Центральный замок Электростекл 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 В частности Стандартная Продольная Регулировка По высоте Спинка сидения И по двум направлениям электрорегулировки имеют паистичный подбор, что особо актуально в дальних путешествиях. Отключение системы динамической стабилизации, блокировки межсевого дифференциала и регулирование яркости подсветки приборов. Панель приборов SuperVision. Сейчас давайте послушаем, как звучит двигатель. Довольно неплохое звучание. Вставки под темное дерево, также на центральной консоли и на рулевом колесе. Управление аудиосистемой, клавиши регулировки звука, отключение звука, различные режимы переключения между станциями или между треками. Управление круиз-контролем, голосовое управление, предустановки для рулевого управления, спортивный режим, комфортный режим и нормальный режим, то есть стандарт. Посредственно Bluetooth-связи вы можете соединить телефон и принимать звонки. Кнопка принятия, отмена вызова, управление бортовым компьютером, который находится в середине. Одометр отображается, а также температура за бортом. Сколько осталось до заправки, средний расход, обслуживание через 11457 километров и настройки пользователя. То есть это дверь, открывание дверей, автоблокировка дверей, это освещение, различные предустановки. Это настройки, сигнал приветствия, положение руля, язык, различные единицы, интервал обслуживания и так далее. Удобный бортовой компьютер, цифровые часы, настройки, аудиосистема, CD с MP3. 8 динамиков здесь установлено, радио, медиа, управление телефоном, поиск станций, основные установки, такие как дисплей, звук, телефон, дисплей, это яркость, экран, тачскрин, яркость, автоматический режим, режим день-ночь, прокрутка текста и так далее, звук, настройки звука, низкие и высокие частоты, виртуальный звук, объемное звучание, управление телефоном, система, память, познавание по голосу, язык, небольшой дисплей, он не бликует, слегка утоплен, все легко использовать, также, если вы не хотите прикасаться к экрану, посредством тачскрин, вы можете использовать кнопки, автоматический двузонный климат-контроль, регулировка температуры, при том она имеет ход в полградуса, автоматический режим, передний и задний нагрев стекла, регулировка потоков воздуха, отключение, различные режимы, кондиционер, рециркуляция, автоматическая рециркуляция, также здесь система очищения воздуха стоит, фильтр, подогрев вентиляции сидений с тремя ступенями, как для водителя, так и для пассажира, прикурютер, либо можно использовать в качестве розетки, фотоукс, USB для мультимедийных устройств, и розетка 11 вольт, вещевой отсек, пепельница, два подстаканника, шестистепенчатый автомат, кожаные оплетки, возможность срочного приключения, камера заднего вида с линиями парковки, режим Active Eco, подключение датчиков парковки передних и задних, и система параллельной парковки. нажимаете на эту кнопку и автомобиль ищет свободное место и может параллельно приплековаться, все что вам нужно это оперировать педалью газа и тормоза, салонное зеркало заднего вида с автозатемнением, микрофон для hands-free, макияжные зеркала с подсветкой, держатель для бумаг, контейнер для очков, он обит тканью, штурманский свет, здесь установлена панорамная крыша, шторка, электролюк, дефлектор, полностью автоматическая, также можно открыть только шторку. И сейчас я вам продемонстрирую голосовое управление, здесь оно русифицировано, нажимаете вот на эту кнопку. Пожалуйста, произнесите команду. Радио. Радио. ТЕЛЕФОН Пожалуйста, произнесите команду. ТЕЛЕФОН 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 Подключить новое Bluetooth-устройство. ТЕЛЕФОН Очень удобное голосовое управление. Как переднем пассажиру, так и водителю будет очень комфортно в этом автомобиле. Кресла имеют множество электрорегулировок. Качество отделочных материалов, качество сборки на хорошем уровне. Все равно применяется мягкий пластик. Торпеда обтянута кожей. К эргономике существенных претензий нет. И сейчас давайте послушаем, как звучит аудиосистема. Для штатной аудиосистемы довольно неплохое звучание. Алюминиевые накладки на педалях. И сейчас давайте заглушим двигатель. И переместимся на второй ряд сидений. ДИНАМИН также пластиковые вставки под темное дерево мягкий кожаный подлокотник второе отсоединение оснащено системой VESAPIX для крепления дискотеживающих кресел регулированные подголовники также вам можно наклонить и полностью сложить вещевые сетки розетка подогрев сидений для второго ряда бокс для вещей центрального тоннеля как такового здесь нет так что втроем будет удобно выдвижной центральный подлокотник мягкий два подстаканника вручни цветка вешалка сопло вентиляция Сейчас давайте посмотрим насколько вместительное багажное отделение Шторка, чтобы закрыть вещи Домградные инструменты, своего рода органайзер Подсветка Просторное багажное отделение 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 принудительно можно закрыть придачок очень вместительный неплохой городской кроссовер с хорошими отделочными материалами достойной динамикой ярким как интерьером, так и экстерьером и очень доступной ценой на этом обзор Kia Sorento 2013 года выпуска завершен я надеюсь вам понравилось подписывайтесь на мой канал всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения и до встречи в следующий раз